Маски-шоу с политическим подтекстом. Сегодня в Днепропетровске неизвестные, закрыв лица, пытались сжечь красный флаг с советской символикой прямо на глазах у коммунистов. В милиции неизвестных опознали. Кто же они, выяснила Наталья Грищенко. Их отношения словно многосерийный политический экшен. Друг без друга не могут. Друг друга и пиарят. Последний раз коммунисты и Свобода столкнулись в области в День независимости. Тогда не обошлось без пострадавших. Сегодня сценарий иной. 12 дня. Самый центр Днепропетровска. Фестивальный причал. Именно здесь расположились коммунисты для того, чтобы презентовать прохожим свою агитационную программу. И вот тут-то в самый разгар акции к микроавтобусу КПУ подбегают неизвестные в черных масках. Их было около 15. На этих кадрах видно. Неизвестные хватают принесенный собой советский флаг, обливают бензином. Пытались сжечь флаг коммунистической партии. Поэтому мы им не дали это сделать. Коммунисты уверены, провокация напрямую связана с их сегодняшней акцией. Это было собрание по инициированию всеукраинского референдума. Троих человек доставили в управление милиции. Там уверяют, молодые люди представились членами Свободы. Пытались провоцировать массу беспорядки. На замечании работе коммуницинировали. Поэтому задержаны. Пытались они сжечь флаг или нет? В городской ячейке Свободы отвечают уклончиво. Говорят, лишь задержали троих однопартийцев, которые случайно проходили мимо. Я не помню, что они были в масках, но я знаю, что кто-то был в масках, но это их выбор. У нас нет никакого законника, который бы заборонял, находится в масках. И вот как комментируют инцидент в Днепропетровске лидеры Свободы и КПУ в Киеве. Это лишний раз свидетельствует только о том, что как раз если это Свободовцы и националисты, то они действуют по указанию власти вместе с властью. Вся эта история завершилась под окнами Днепропетровского райотдела милиции. Развернув флаги, Свободовцы требовали освободить однопартийцев. По решению суда всех троих отпустили, обязав выплатить штраф по 136 гривен. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровск.